Здравствуйте, товарищи! В эфире новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Импортозамещение в России в 2024 году. В Госдуму внесут проект о трудоустройстве несовершеннолетних. По информации РБК, в 2024 году российские предприятия в массовом порядке так и не оправились с последствиями ограничений на импорт. В августе под руководством Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН проводился опрос промышленных предприятий. Опрос показал, что более 50% организаций не нашли в стране отечественных поставщиков, способных заместить недоступное импортное оборудование, материалы и комплектующие, которые раньше закупались в странах, ставшими в настоящее время недружественными. Замещение оборудования из недружественных стран производится, во-первых, за счет перехода на оборудование из дружественных стран, а во-вторых, за счет роста производства своего оборудования, говорит начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли Центра развития ВШ Владимир Бессонов. Однако 30% опрошенных сообщают, что в дружественных странах нет аналогов, необходимых для отечественного производства. В связи с чем 16% респондентов заявляют о снижении качества выпускаемой продукции, ведь им приходится работать на оборудовании стран, которые ввели санкции и не производят обслуживание приобретенной техники. Капитальные вложения для обеспечения растущего в условиях санкций спроса остаются на уровне 2022 года. Но 14% предприятий констатируют увеличение инвестиций под импортозамещающий спрос на свою продукцию. В то же время 50% опрошенных говорят о росте стоимости выпускаемых товаров на фоне санкций и разрыва технологических цепочек. Кризисная ситуация в области промышленности России назревала уже давно. Многое оборудование физически износилось, поскольку оно является наследием советского социализма, а новое, зарубежное, просто уже не обслуживается. Начавшаяся два с половиной года назад специальная военная операция на Украине для борьбы с американским фашизмом во внешней политике не разрешила кризисную ситуацию, а только обострила ее. Импорт из дружественных стран не перекрывает внутренние потребности, а внутреннего массового производства оборудования, материалов и комплектующих просто нет. Однако выход есть. Это принятие антикризисных мер, разработанных Фондом Рабочей Академии. Эти меры включают принятие долгосрочной программы социально-экономического развития, установление обязательной нормы амортизации и накопления, установление ключевой ставки на уровне 0%, введение прогрессивной шкалы налогообложения, а также установление уголовной ответственности за нарушение данных обязательств. Только на базе принятия и реализации данных мер возможно скорейшее импортозамещение и победа над американским фашизмом на Украине. По сообщению РИА Новости, глава Комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов из фракции ЛДПР подготовит и внесет проект, который предусматривает возможности установления правительством России прав на трудоустройство лиц в возрасте до 18 лет в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах. Нилов заявил, что цель проекта – это балансировка рынка труда. Он утверждает, что трудоустройство несовершеннолетних выпускников вузов будет проводиться с соблюдением всех норм Трудового кодекса и требований охраны труда и техники безопасности. В пример он привел предприятия химической промышленности из Татарстана. По словам депутата, там работают несовершеннолетние, но не в цехах с химией, а на прилегающей территории. Например, они занимаются благоустройством. В условиях продолжающегося дефицита кадров и отсутствия массового притока мигрантов в Россию капиталисты пытаются найти рабочую силу для эксплуатации, в связи с чем они и выбрали несовершеннолетних пролетариев. Партия ЛДПР является буржуазной партией и, соответственно, неудивительно, что они предлагают такую меру. Только власть рабочего класса в стране может прекратить эксплуатацию труда несовершеннолетних. Товарищи рабочие, вступайте в Рабочую партию России! Новости читал Глушик Максим с коммунистическим приветом из города Ижевска! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...